Опасно для жизни. Такую табличку стоит повесить на бесхозном виадуке на улице Молокова. За всю зиму ступени никто не чистил. И каждый спуск и подъем риск попасть в больницу. Репортаж Марикунский. Жители взлетки уже привыкли к такой опасности. Не первый год этот виадук на Молоково никто не чистит. Пешеходы советуют, главное покрепче держаться за перила. И возможно повезет. Чтобы пройти здесь нужно иметь определенную смелость. Потому что очень страшно. Склон напоминает горку. Поэтому многие дети отсюда просто съезжают. И даже на ледянках. Так безопаснее. Главное не врезаться в остановку. Хотя здесь уже подсыпают соль. Такая ситуация возникла из-за того, что уже несколько лет этот виадук никому не принадлежит. После того, как собственник Аупи разорился, новые владельцы не захотели брать на себя дополнительные расходы. Чистят только 10 ступенек возле одного из входов. Людям приходится пользоваться пешеходным переходом. Но и здесь опасность. Меня здесь несколько раз чуть не сбили. Да, на зеленый переходишь, машину выворачивает и практически в тебя объезжают. Автомобилисты тоже против такой развязки. На этом перекрестке частые заторы. И виадук мог бы решить эту проблему. Мы выступили с предложением перенести данный пешеходный переход отсюда через авиадук. И с противоположной стороны так же. Так как вы сейчас даже видите, мы идем и поворачивающиеся потоки с Батурина. Им надо пропустить одновременно и встречный поток, и одновременно нас, пешеходов. Для сравнения, так выглядел этот район в 2000 году. Сейчас рядом школа. Здесь проходят сотни детей каждый день. Депутаты городского совета только сейчас обратили внимание на проблему. Я думаю, что в течение месяца нам необходимо данную проблематику до конца разобраться. Мне ее понять. И крайний срок, к 1 марта, нужно проблему решить. Виадук планируют перевезти в ведомство города. Только весной проблема решится сама собой. Снег растает. Мария Кунская, Григорий Зимин, Вести Красноярск.